Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от текста Евангелия от Марка, 3 глава с 10 по 12 стих, мы зададимся вопросом, почему Христос не принимает свидетельства о себе от духов нечистых. Давайте прочитаем этот отрывок. «Ибо многих Он исцелил, так что имевшие язвы бросались к Нему, чтобы коснуться Его. И духи нечистые, когда видели Его, падали перед Ним и кричали «Ты – Сын Божий!» Но Он строго запрещал им, чтобы не делали Его известным. Блажен Августин пишет. «Ты – Христос, Сын Бога Живаго», – говорит Петр. «Знаем, кто Ты – Ты – Сын Божий!» – говорили демоны. «Слышу одинаковое признание, но не нахожу равной любви. В первом признание Петра – любовь. Во втором признание демонов – страх. Там, где любовь, они сыновья. Там, где страх, они не сыны. Любящих сделал Он Божьими. Тех, кто боялся, уличил в том, что они не от Бога». Конец цитаты. Это из Гамилии на Псалтырь Блаженного Августина. Что мы здесь видим? Христос действительно запрещает злым духам свидетельствовать о Нем. И хотя они свидетельствуют истинно, когда Петр сказал «Ты – Сын Божий», Христос подошел к нему и сказал «Не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Который на небесах». А когда демоны говорят «Знаем, кто ты – Ты – Сын Божий», Христос запрещает им говорить. Почему? Он не хочет, чтобы мы приняли бы свидетельство о Нем без любви, потому что без любви – это значит одержимое злыми духами. И есть православные христиане, которые очень агрессивно настаивают на своей вере, не понимая, что их такое свидетельство мало чем отличается от свидетельства злых духов. Никому не нужно православие, не соединенное с любовью, пронизанное ненавистью, брезгливое по отношению к заблудшим, незнающим. В первом послании Коринфянам, 13 глава, с первого по второй стих мы читаем. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвол звучащий, то есть погремушка. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, то есть постиг все Писание, и имею всякое познание и всю веру, всю веру истинную, так, что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто, то я ничто». Это лишено смысла. Почему? Потому что Бог наш есть любовь. И проповедь о любви, не соединенная с любовью, это медь звенящая или кимвол звучащий. Христос запрещает демонам говорить о нем. Да, правду, он Сын Божий, но правда, не соединенная с любовью, которая звучит через потоки интернета, через Ютуб, это пустое времяпрепровождение, медь звенящая, кимвол звучащий. Христос не хочет, чтобы мы были как бесы, имеющие знания, но не имеющие применения этой наукой любви. Он хочет, чтобы мы были как апостол Петр. Да, Петр иногда спотыкался. Да, Петр иногда проявлял самоуверенность, допускал ошибки, но он никогда не переставал любить Иисуса Христа. И когда Господь восстанавливал его, он трижды спросил его, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» И последний раз, когда Господь его спрашивает, он говорит, «Ты знаешь, Господи, он уже понял, что его слов будет недостаточно, ибо слов может быть совершенно недостаточно, если нету любви, как слова этих демонов о том, что Иисус – это Сын Бога, как слова книжников и фарисеев, которые прозвучали смертным приговором по отношению к Иисусу Христу. «Будем верны духу любви нашей веры, ибо вера без дел мертва, имеется в виду дела любви, дела милосердия, дела сострадания, без чего христианин не может быть христианином, а его свидетельство о Боге будет наподобие свидетельства демонов, которым Христос говорил. Не свидетельствуйте о Мне». С Богом! С Богом! Продолжение следует...